Всем привет! Представляем вашему вниманию очередной обзор, посвященный насосному оборудованию. Сегодня мы расскажем о насосах хозяин. Насосы хозяин производятся в Китае. Впрочем, как и большинство бытовой техники и электроники, присутствующие на полках наших магазинов. Бренд-хозяин достаточно молодой. Он появился на рынке насосного оборудования в 2012 году. В данном случае новизна скорее плюс, чем минус, так как инженеры компании по максимуму использовали весь свой опыт и самые последние наработки китайских производителей. Кстати говоря, по словам представителей владельцев бренда, в качестве производителей выбраны одни из самых крупных и успешных фабрик в Китае, которые в том числе производят оборудование для европейских брендов и поставляют его в самые крупные ритейлерские сети Европы. Вторым плюсом бренда-хозяин является широкий ассортимент оборудования. Это поверхностные насосы, станции автоматического водоснабжения, погружные скважинные и дренажные насосы, циркуляционные насосы для систем отопления, фонтанные насосы для искусственных прудов и водоемов. Как трактует поставщик цель бренда-хозяин? Качество, доступное каждому. Невысокая цена в сочетании с опытом заводов, производящих насосное оборудование для европейских стран, на наш взгляд, может быть этому подтверждение. Также немаловажным аспектом является то, что владельцы бренда-хозяин, в отличие от большинства недорогих брендов, сосредоточены на производстве только насосного оборудования, то есть имеют узкую специализацию, а это должно положительно сказываться на качестве. Ассортимент подобран таким образом, чтобы предоставить покупателю свободу выбора, а не ограничивать двумя-тремя моделями. Итак, линейка поверхностных насосов хозяин представлена восьмью моделями, отличающимися материалами корпуса. Чугун, нержавеющая сталь, алюминий и мощностью двигателей. Мы обратили внимание, что в представленной линейке отсутствуют насосы с пластиковыми корпусами, которые часто встречаются у других производителей. Вместо этого бренд-хозяин предлагает потребителям три модели с алюминиевыми корпусами. На наш взгляд, это достаточно интересное решение не только в ценовом, но и в техническом плане, поскольку корпус из алюминиевого сплава жестче, долговечнее и надежнее пластикового корпуса. Несомненный плюс насосов хозяин это то, что линейка поверхностных насосов состоит только из центробежных самовсасывающих насосов, так называемых джет. Тогда как другие производители похожего оборудования всегда ставят в ассортимент вихревые насосы, как самые доступные и дешевые. А они, к слову, обладают рядом минусов. Чувствительный к песку и к воздуху в системе. Также рабочее колесо может прикисать к стенкам рабочей камеры при неправильном монтаже или неправильном сезонном хранении. Джеты, в силу особенностей своей конструкции, лишены этих недостатков. И при таком же потреблении электроэнергии, как и вихревые насосы являются более производительными. В этом и есть секрет или особенность торговой марки хозяин. Разработчики смогли предложить комплектацию более надежного центробежного насоса по цене вихревого. Первая группа насосов с алюминиевыми корпусами. NA400 – насос мощностью 400 Вт. NA600 – насос мощностью 600 Вт. NA900 – насос мощностью 900 Вт. Вторая группа с корпусами из нержавеющей стали. NS800 – насос мощностью 800 Вт. NS1000 – насос мощностью 1000 Вт. Третья группа насосов. NC800 – насос с корпусом из чугуна мощностью 800 Вт. NC900 – насос мощностью 900 Вт. NC1300 – насос мощностью 1300 Вт. В конструкции всех поверхностных насосов хозяин используется вал из нержавеющей стали, а также применяются высококачественные материалы, которые гарантируют качество и долгий срок службы. Плюс ко всему, сам двигатель насоса имеет защиту от перегрева многократного срабатывания. Выгоду от этой функции сложно не оценить. Для удобства пользования на клеммную коробку выведен тумблер включения и выключения насоса, чтобы пользователю не приходилось каждый раз включать и выключать вилку в розетку при работе с насосом. Важно! Максимальная производительность насоса всегда зависит от нескольких условий. Как правило, это глубина водособора, высота подъема, планируемое давление в системе. Поэтому она определяется как диапазон значений, а для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. Самый доступный насос – это насос с алюминиевым корпусом NA400. Выступает как альтернатива насосам с пластиковыми корпусами и как достойная замена дешевым вихревым насосом. Потребляемая мощность насоса – 400 Вт. Максимальный напор – 35 метров. Максимальный расход – 33 литра в минуту. Далее идут NA600. Потребляемая мощность – 600 Вт. Максимальный напор, так же как и у предыдущего, 35 метров. Максимальный расход – 48 литра в минуту. NS800. НЧ-800. Потребляемая мощность – 800 Вт. Максимальный напор – 38 метров. Максимальный расход – 50 литров в минуту. NA900. НЧ-900. Потребляемая мощность – 900 Вт. Максимальный напор – 42 метра. Максимальный расход – 60 литров в минуту. НС-1000. Потребляемая мощность – 1000 Вт. Максимальный напор – 45 метров. Максимальный расход – 70 литров в минуту. НЧ-1300. Потребляемая мощность – 1300 Вт. Максимальный напор – 50 метров. Максимальный расход – 75 литров в минуту. Поверхностные насосы хозяин идеально подойдут для приусадебного хозяйства, индивидуальных систем полива, сезонного водоснабжения дачи. В заключении хочется сказать, что насосное оборудование хозяин нас приятно удивило. Даже учитывая тот факт, что насосы, хотя и ориентированы на покупателей, для которых цена является очень важным критерием, мы ясно увидели, что при изготовлении этих насосов о таких понятиях, как качество и технические характеристики, тоже не забывают. На проведенных тестах показало соответствие с заявленным производителем характеристикам. Это действительно качество, доступное каждому. И не забывайте, все насосы, вне зависимости от производителя, чувствительны к перепадам напряжения, поэтому мы рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения. До новых встреч!